Стенд компании Iran-Hodro Diesel на выставке MIMS Automobility Moscow было легко пропустить, так как публике показывали лишь россыпь грузовых компонентов — шестицилиндровый турбодизель, механическую коробку плюс несколько мостов и осей. Однако, как выяснилось, иранцы готовы предложить и сами грузовики. Первым решено привезти флагманский тягач Ataman, который представляет собой Mercedes-Benz Actros первого поколения, но оснащённый более современными агрегатами. Фактически от Mercedes Axor, который, к слову, очень близок к Камазам серии K4. Так, под кабиной Ataman скрывается немецкий мотор OM457 иранской сборки, с которым состыкована чистокровная коробка ZF. Мосты делает SCI — дочернее предприятие компании Iran-Hodro Diesel, но агрегаты имеют европейских прародителей. А вот кабину поставляет китайский Photon — она сильно напоминает модуль Actros, но по факту является лишь нелицензионной копией. К слову, концерн Daimler заметил факт такого заимствования, но по решению руководства решил не затевать скандал. Российские перспективы иранских большегрузов пока туманны. В ближайшее время тягачи Ataman должны отправиться на сертификацию, а продажами и сервисом планирует заведовать новосибирская фирма, что прежде торговала грузовыми Мерседесами. В теории, Ataman должны бросить вызов китайским грузовикам. Хотя будущий дистрибьютор марки уверен, что наши перевозчики захотят покупать такие машины вместо КамАЗа в двух последних поколений. Как говорится, блажен кто верует. Между тем, в отношении России автопром Ирана строит серьёзные планы. Ведь ближневосточная страна располагает развитым производством автомобильных компонентов. Из Исламской Республики, например, можно экспортировать ассистирующую электронику, включая блоки и датчики антиблокировочной системы. Также иранцы выпускают ремни безопасности, а с китайской помощью и подушки безопасности. Кстати, АвтоВАЗ сейчас подыскивает поставщиков АБС среди китайских компаний. На то, чтобы система вернулась на Гранты, Нивы и другие «Лады», руководство автогиганта отводит примерно полгода. Зато российская марка номер один вновь начала комплектовать все без исключения Гранты подушками безопасности. Поставщика эйрбэгов АвтоВАЗ предусмотрительно не раскрывает, опасаясь подставить его под вторичные санкции. Самый простой седан теперь стоит 755 900 рублей, но оснащение также включает кондиционер. Если подсчитать, то доплата за сам эйрбэг составляет 8 тысяч рублей. На более дорогие версии Гранты вдобавок вернутся пассажирская подушка и преднатяжители ремней.